Ветеран труда и инвалид второй группы Людмила Давыдова из-за тяжелой болезни с трудом передвигаются по квартире. Если бы не помощь соседей, женщина осталась бы совсем одна со своей проблемой. Более полугода назад во время прорыва трубопровода ее затопило. И вскоре в квартире произошло короткое замыкание. Но виновник аварии, управляющая компанией МКС Улан-Удэ, не спешила устранить ее последствия. У нас здесь как взорвалось, взорвалось еще где-то в коридоре, взорвалось все, дыма полно. Мы не знаем, где что, караул кричит. Вызвали мы, значит, сантехников. Их приходило... Электриков, наверное. Электриков вызвали уже. Электриков, не сантехников, электриков. Их приходило штук пять. В итоге после долгих мытарств проводку просто скрутили и оставили. И при этом остались бреши в стене. Людмила Давыдова не раз обращала свою управляющую компанию, но там про нее, похоже, забыли. Мы решили обратиться в МКС Улан-Удэ. И стоит отметить, нас сразу же заверили, что примут все меры, чтобы помочь пожилой женщине. Примите меры. Я приму меры. Это по нашей вине, поэтому мы все сделаем, как положено. После полугодовых мучений ветеран труда надеется, что коммунальщики сдержат свое слово и не оставят в беде. Ведь сейчас посильную помощь ей оказывают только соседи. Намсарай, Намсарай. Вячеслав Сердюченко. Новости дня. Новости дня.